Девочки, всем привет! И я сегодня обращаюсь именно к девочкам, потому что у нас будет очень девчачье видео. Поговорим с вами о женском гардеробе. Всеми нами очень любимая тема, и это видео-тек секретный гардероб. Итак, первый вопрос. Самая старая вещь в твоем гардеробе? Мне кажется, самой старой вещью в моем гардеробе является вот такой вот сарафан. Он был куплен в Ейске где-то лет эдак 6 назад. Я очень его люблю. Это платье турецкого производства, приятная ткань. Оно летнее, ну не платье, точнее сарафан. Оно летнее, абсолютно в нем не жарко. Я просто обожаю этот сарафанчик. Хожу в нем и на пляж, и в город погулять. Классно сидит на фигуре, очень красиво. Просто обожаю этот сарафан. Следующий вопрос. Самая новая вещь в твоем шкафу? Самой новой вещью у меня является вот такое вот платье, купленное в H&M. Очень мне понравился. Во-первых, цвет очень приятный, мятный, отлично так оттеняет загар. Просто потрясающе смотрится на загорелом теле. В нем не жарко, в нем очень классно. Я в нем ходила на танцы, очень легко, комфортно. В нем и двигаться очень удобно. Модная вот здесь вот вставочка, которая чуть-чуть открывает живот, женственная, красивая платьица. Самая дорогая вещь в твоем гардеробе? Самой дорогой вещью в моем гардеробе является вот такая вот маечка от Роберто Ковалли с официальным знаком, символом. Она очень приятная к телу, сделана из просто потрясающе невесомой ткани. И когда ее надеваешь, то просто вот не ощущаешь на себе абсолютно ничего. Очень легкая, классно смотрится как в официальном стиле. Легко можно пойти на работу, сверху накинув там кофту или пиджак. Так и легко можно так в стиле casual ее носить и погулять, и в общем-то хоть куда. Единственное, ношу я ее крайне редко. Почему? Потому что у нее длина, которую я все-таки не совсем люблю. Она длиннее бедра. Я все-таки люблю вещи, которые вот покороче, которые только-только доходят, да, да, вот бедренные косточки, либо еще чуть-чуть короче. Так как я небольшого роста, если я ношу эту майку с джинсами на выпуск, то ноги смотрятся очень короткими, в общем-то как-то не очень это красиво. Следующий вопрос, самая удачная для тебя сделка по обмену вещей. И сразу скажу, у меня нет опыта обмена вещей. Я знаю, что есть очень много ресурсов в интернете, через которые можно продать свои вещи или поменять их на что-то другое, там что-то кому-то не подошло. Я ими никогда не пользовалась, но могу, наверное, показать одну из своих любимейших вещей. Эта вещь не новая, просто предыдущей владелице она стала немножко маловато, поэтому она перекочевала ко мне. И это вот такая вот маечка от фирмы Дизель. Она просто невесомейшая, очень удобная, я ее обожаю, но такая вот она на спинке, и я ее всегда беру с собой в какие-то жаркие страны, в поездки, потому что, ну, вот маечка из такой ткани, она просто незаменима в жарких странах. Носится она изумительно уже несколько лет, стирается она изумительно, ничего ей не делается. Так что вот все-таки, к слову, бренд есть бренд. Самая пустая трата денег. Я считаю, что самой пустой тратой денег и самой ненужной вещью в моем гардеробе является вот такая вот белая юбка от фирмы Баон. Я не знаю, вроде бы она белая, вроде бы она классическая, но я ее носила буквально пару раз, и она мне очень понравилась в магазине, когда я ее выбирала. Думаю, о, классная длина и фасон, в принципе, как раз для работы. Но на самом деле оказалось все это не так удобно, не так красиво, потому что длина идет ниже колена, опять же, у меня маленький рост, и мне такая длина просто не идет. Ну, во всяком случае, с фасоном какой-то юбки, моя фигура смотрится просто ужасно, поэтому эту юбку я не люблю, ношу очень-очень редко, и считаю, что да, это была пустая трата денег. Следующий вопрос, покажи три своих любимых вещи, и я покажу две вещи и один аксессуар. Первая моя любимая вещь, это вот такое вот платье от марки Бифри, купленное оно недавно, и оно потрясающее, оно уже стало моим любимцем. Очень легкая ткань, абсолютно в нем не жарко летом, и несмотря на то, что оно, в общем-то, без пояска, оно сидит просто потрясающе на фигуре, очень подчеркивает ее, и несмотря на то, что, да, вот не обтягивает, вы здесь вот на талии, нет, ну, опять же, пояска, и талия не сильно очень выделена в крое, платье это на фигуре смотрится просто потрясающе. Следующая моя обожаемая вещь, это вот такая вот юбочка от Concept Club, и я ее просто обожаю, таскаю ее везде, и погулять, и опять же, на пляж, в ней очень удобно, в ней абсолютно не жарко, у нее адекватная длина, не очень короткая, не очень длинная, в ней можно кружиться, бегать, прыгать, ничего не раздувается, не поднимается, и мне очень нравится, что она сделана такими, как бы, трехъярусно, это придает такой пышности бедрам, и смотрится очень-очень женственно, ее можно носить как с каблучками, так и с балетками, очень универсальная вещь, и очень люблю эту юбочку. И следующая моя любимая вещь, это вот такая вот маленькая сумочка от марки C&A, она на длинном ремешке, кожаная, и я ее таскаю и весной, и летом, и осенью, она очень удобная, несмотря на то, что она достаточно миниатюрная, в нее очень много помещается, я в нее складываю телефон, несколько помад, деньги, кредитки, ключи, я даже могу несколько партам от своего дома, от маминого дома, паспорт, то есть все необходимое, что нужно с собой для прогулки, в эту сумочку помещается, и это очень здорово. Она на клапане, здесь без замочка, здесь внутри кармашек один на замочке, и один такой для телефона. Это очень удобно, маленький кармашек у меня, как правило, используется для всякой мелочи, там может быть резиночки, помада, ну, в большом кармане, понятно, там документы, телефон, и вот в этом маленьком кармашке у меня обычно ключи, чтобы они не царапали телефон, и, в общем-то, не зацеплялись за всякую мелочь в сумке. Итак, на этом все, надеюсь, мое видео было вам интересно, обязательно подхватывайте текст, снимайте видео, потому что гардероб, ну, что ни говори, это наша с вами, с девочками, любимейшая просто тема. Подписывайтесь обязательно на мой канал, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на меня в соцсетях, потому что там всегда очень-очень много всяких интересных и прикольных фотографий, и всем до скорой встречи, пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова